На все про все три дня. Скоротечные и при этом насыщенные событиями командно-штабные учения стартуют общим построением участников. Без долгих и пафосных речей все разъезжаются по местам. Работы впереди много. Благо и желающих облагородить внешний вид родного города не меньше. Максимальное количество участников, все предприятия, учреждения абсолютно откликнулись. Это и Газпромдобыча, Оренбург, и ПО «Стрела», и железная дорога, и многие-многие другие. Обязательно мы всех отметим. Первый этап – зауральные рощи. Детские лагеря здесь спешно готовят к приезду юных посетителей. Скосить траву и избавиться от сухостоя – основные меры противопожарной безопасности в преддверии жаркого лета. Работают участники учения ударно. В этом году организаторам удалось решить здесь многолетнюю проблему. Полчища майских комаров вовремя потравили. Погода, кстати. Вчера была дождь, а сегодня и погода работает на нас. А это уже мусорная свалка в авиагородке. Здесь работа кипит с самого утра. Бульдозеры и экскаваторы в буквальном смысле не оставляют мусору никаких шансов. Сюда, на эту свалку, всю весну из города свозили тонны снега. Сейчас сугробы растаяли, а мусор остался. Соутилизировать весь этот хлам – одна из основных задач учений. А потому задействованы здесь несколько десятков единиц спецтехники. Впрочем, силы приходится распылять и по многочисленным стихийным свалкам. Они обнажились в городе после того, как растаял снег. Хозяев хлама, конечно, штрафуют, но у мусорных подснежников с каждым годом меньше не становится. Мы не можем же в каждый, скажем, квадратный метр округа посадить человек. Есть, скажем, неродимые предприниматели, которые не могут, скажем, заплатить 150 рублей и отвезти данные, скажем, мусора на территорию городской свалки. Конечно, проще вывезти на территорию лесопосадки, чтобы это никто не видел. Командно-штабные учения в городе продлятся еще три дня. Уже завтра его участники начнут отрабатывать мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Виталий Сапожник, Велия Схаялин. Наше время.